алоха ну что ребятки сегодня поведаю вам о своих ништяках скука клап шоу что я привез что мне досталось здесь конечно не совсем все потому что еще нету журнала и новой книги от игоря коновалова который кстати очень рекомендую нету пробников там табачков о них будет пост в инстаграме и нету продукции starbaz который я решил снять вот прям отдельно целый выпуск и как вы видите у меня небольшое пополнение в семействе мы пир мини о нем я думаю тоже запилю отдельный выпуск поэтому погнали снимать на то что есть не мог я не привести никакое пополнение в свою коллекцию чаш поэтому начнем пожалуй с них компания верх бунт очень известная достаточно компания от них я привез вот такую вот вилочку начнем наверное с нее чтобы потом перейти уже ко всем чашам первое впечатление складывается что вилка будет неудобная в работе хоть и внешний вид у нее очень крутой кованый металл да тут все как бы четко классно но складывается впечатление что она слишком маленькая и слишком тяжелая на самом деле все оказалось намного проще я думал что буду долго к ней привыкать после как бы скажем так стандартных вилок вот вилка очень прикольно и на самом деле даже удобно и тем что небольшая что касается чашки верх бунт сделана она такая типа как оля облака да но не совсем то есть идея похожа что верхушка в глазури ножка без глазури в молочный обжиг все дела как бы тут все круто классно посмотрите вот данное видео поближе насколько крутая глазурь с вот этими вот вкраплениями с какой-то там я не знаю по золотой ну короче это у нас а круто как выполнена так и курица она круто как бы никаких вообще нареканий нету стандартный фанел такой типа аля гармошка можно сказать небольшая закладка стандартное отверстие посадки на кальян совместимость с колодками как бы все четко дальше чашка арт бар очень крутой бренд достаточно известный делают для многих брендов свои чашки и также под своим брендом выпускают свои вот поближе сейчас на видео увидите да что очень крутая детализация тут куча разных символов я просто представляю насколько это кропотливая работа вот но смутили вот эти вот моменты кто очень внимательно смотрел вот эти вот как бы рыжие пятна то есть я так понимаю это моменты куда не лег молочный обжиг или я не знаю даже как это правильно сформулировать ну короче чашка на самом деле очень крутая круто курица никаких проблем с ней нету вот кроме внешнего вида ну меня честно говоря немножко смущают вот эти вот рыжие пятнышки то ли брак это то лишь что-то еще не понятно вот пятидыра прямоточная чашка колодка на нее встает нормально первая вторая как бы не очень потому что чуть чуть меньше она по размеру чем нужно посадочное место стандартное по курению как бы никаких вопросов дальше чашечка джей ти или граненый стакан или олд-фэшн короче называйте как хотите тоже задумка так сделана она кстати с фаянса и задумка тоже типа что-то а-ля облака ножка без глазури верхушка с глазури причем бортик туда куда ставится колодка у нас да не покрыт глазурью чтобы колодка не ерзалась это конечно плюс но первый вопрос когда я увидел эту чашку у меня был они сгорели тут все к чертям собачьим ней и мой ответ да проблема в том что чашка очень прихотлива скажем так к жару надо с ней короче пах по мурыжиться в этом плане вот а так обычный фанел закладки как бы стандартный можно сказать 15-20 грамм табака плюс-минус стандартное посадочное место но конечно с жаром не очень дружит следующая чашка винтаж все практически уже мне кажется кто в индустрии не первый год знают эти чаши крутые чашки здесь она сделана можно уже сказать в форм-факторе демартовского джокера толстезные стенки что в верхушке что внизу прямо точная пятидыра вот и как всегда короче мне кажется у максима очень много чашек которые чуть-чуть где-то сячены и вот вы видели данное видео поближе что и тут чуть-чуть расцветкой накосячили с глазурью вот так в принципе в колодка становится нормально посадочное место стандартная курица все без проблем и последние две чашечки бренда опадет на самом деле давно я их приметил кажется в инстаграме очень прикольные чашки у них две линейки есть стандартная и геометрия как вы видите на которой я сейчас курю начнем рассказ со стандартной как вы видите в принципе это и та чашечка с молочным обжигом здесь посадочное место обычная стандартная колодка становится все четко фанал с прорезями как бы задумка такая что мини чашка для соло покуров но в принципе как бы в соло я прокурил на ней там час час с копейками все четко и по вкусу передачи и по теплопередаче следующая чашка из линейки геометрия да там у них есть разные кубики рубики короче шарики вот у меня такой шар естественно тоже первый вопрос не будет ли тут гореть все черчан собачьим и здесь я скажу нет здесь по жару все четко вот я уже курю не знаю минут двадцать наверное на этой чашке все как бы четко никаких проблем посадочное место стандартная колодка становится нормально вкуса теплопередача все четко и необычный внешний вид если пробежаться по ценам если насколько я помню геометрия стоит 600 рублей вот такая чашечка из стандартной дать линейки 300 vintage стоит порядка там 500 600 рублей точно не помню жить и вот эти чашки по моему 350 400 вот что-то в этом районе арт бар 700 вербунт 400 рублей все говорю цены в рублях и вилка если я не ошибаюсь 500 рублей перейдем к теперь к бренду duende бренд который работает с металлом и вот у меня от них две пары щипцов это смежный бренд с опа дедом если можно так сказать то есть у них один владелец да просто два разных производства что касательно щипцов очень крутая форма очень это необычно ценник в 500 рублей за щипцы очень демократично как мне кажется за такие то есть щипцы необычные вот эти вот типа как я не знаю какой-то посох посейдона стрела не знаю как правильно назвать их достаточно удобные как и в работе их удобно будет использовать они достаточно жесткие то есть без проблем можно брать уголек там колодку поднимать и так далее а вот эти вот ножи они больше подходят либо домашних до покуров или в принципе на они достаточно удобно работать на печке то есть снимать угольки ставить до на горящей печке за счет того что они длинные и опять же достаточно жесткие все четко единственный момент который мне не очень понравился это обработка металла то есть края не то что как бы режут пальца но можно было сделать до какую-то небольшую фаску чтобы это было как бы края эти были закруглены вот и переходим к персональному мундштуку от бренда ну ахули коллаборация с рукашоп что же у нас такое у нас тут крутой такой да все это естественно в красивой упаковке с крутым вот таким вот мешочком чтобы удобно было вам носить ваш персональный мундштук не в кармане скажем так тут вот видно поближе до прикольная лента ну а хули чё кого там все дела есть шлем вот такой вот американского футбола есть американский футбольный мяч но то что мне не понравилось кто увидел заметил это на видео поближе это силикон ну кому он типа сделать прикольный мундштук и не позаботиться более-менее нормальном силиконе но это по моему надо за этим как-то следить ребят получше какой-то как бы то ли огрызок то ли что непонятно как его отрезали чуть меньше он точнее он чуть больше размером чем отверстие в футбольном этом мяче не софт-тач ну и как бы натянуть его в принципе можно на любой мундштук ну вот у меня дат достаточно тонкие от мэтпира но снять даже с такого мундштука достаточно проблематично короче в принципе так ну типа идея прикольная красиво все это выглядит но вот один момент меня очень сильно смутил вот такое вот коротенькое ребятки видео про штуки мои скука клап шоу очень крутая выставка на самом деле куча положительных позитивных эмоций какая от самого города питер такая от выставки вот поэтому кто не был я очень рекомендую подсобирать на следующий год деньжат и съездить туда оно того стоит поверьте на этом и все по традиции ребятки подписывайтесь ставьте там лайки колокольчики все дела делитесь своими крутыми миксами со своими друзьями любите своих женщин пока пока